Книга «Открытым оком. Тема священства». Том 10. Вопрос 2338. Ваш брат давно знаком с вашим епископом. Как знаю из личного опыта, священники далеки от открытости со своими архиереями, скрывают истинные доходы и другое. Как лично у вас в РПЦЗ были конфликтные ситуации? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Примером может служить жаркая ситуация, какую нам создала моя статья о мертвом церковнославянском языке и о живом великорусском. Но Господь так устроил, что мы живы, читаем все библейское на богослужениях, только на русском языке, и радуемся в Господе вместе с убивающим нас архиереем. Экклесиаст 8.3.4. «Не спеши уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть, и кто скажет ему, что ты делаешь». Вот как устроялось дело. «Христос посреди нас. Здравствуйте, дорогой Отец Иоаким. Получил письмо от вас от 21 января. Вы все же настаиваете, что статья Игнатия о слове совершенно безобидна. Докажите. А коли не беретесь, по что же припираетесь со мной? Если бы это была не статья, а письмо Игнатия, так и подписанное, письмо по такому-то поводу, пусть даже тысяче адресатам, у меня не было бы причины к срочным и решительным действиям. А это именно статья. Причем человека, который бахвалится близостью к митрополиту Виталию, печатает свое фото вместе с ним, благословение от него на свою деятельность рекламирует, значит, статью должны принимать как одно из деяний зарубежной церкви. Но это же совершенно против мнения, против учения нашей церкви. Причем Игнатий именно клеймит всех безоговорок, всех ревнителей церковно-славянского языка. Это наглость. Как вы-то не можете этого понять? Или лукавите? Но ведь не глупые. Ведь разговор про русский богослужебный язык у вас мы заводили неоднократно. И в потеряевке на часах читали псалмы в русском переводе. И я дал замечание и говорил, что в крайнем случае только по риме читать переведенные. Вроде согласились, но в Барнауле опять же на часах псалмы читали по-русски. Вы что, не слышали? Вот то-то и оно. Понятно будет тогда, когда будем слушать и молиться. Но вот почему же и Игнатий, и вы говорите-то другое? Как же можно пастырю и проповеднику лгать? И при этом Игнатий прет от себя тену с таким гонором, как непогрешимый ни в чем. Ну ладно, буду молчать. Тогда зачем же я и есть? Зачем? Чтобы хвалить? Уговоры дело хорошее. Но ведь Игнатию чем смиреннее говоришь, тем более он превозносится. Не слышит. Совсем не слышит. На мои письма отвечает так, что я не могу понять, кому он пишет. Обвиняет в том, чего и не было. А про что спрашиваешь, не ответит. Вы же сами, отец Иаким, ставили передо мной вопросы. Первое. О перекрещивании. Второе. Об истинном. О духе святом в символе веры. Третье. О языке. Я их специально задал на собор в Лесне. Дал Игнатию ответы. Он опровергает своими статьями. С ними ли он тогда? Мне никто не запретит. Что ж, воля твоя, гуляй с свободным. Но твое мнение, это не мнение церкви. Церковь защищает и отстаивает свое учение, в том числе и таким способом, запрещая проповедовать иное. А коль не помогает запрещение, не слушается его, тогда единственный способ очистить свое учение, сделать явным и гласным, что такой-то непокорный проповедник отлучен. Игнатий и вы видите в этих действиях злой и горделивый умысел, даже тактику КГБ. Значит, мало смыслите в церковной дисциплине. Оставляю Игнатию Тихоновичу лишь один способ исправления. Точно так же, как публиковал и рассылал статью о слове, опубликовать и разослать по тем же адресатам разъяснения по поводу ее написания. Текст разъяснения согласованный со мной. Для согласования текста лучше было бы Игнатию приехать ко мне в Ишим. Я буду в Ишиме до 15 февраля, а потом уеду до 15 марта. Так что надо будет после созвониться. Если еще что-то Игнатий надумает публиковать, пусть делает пометку «Печатается без благословения епископа Ишимского и сибирского Евтихия. Иначе мне придется принимать новые меры прещения. Вас, отец Иоаким, придется отстранить от должности благочинного забесчения на вашем приходе. Что касается моего приезда к вам, будет зависеть от ваших действий. Не лукавьте и не выдумывайте своих подоплек моим действиям. Не пытайтесь приручить меня к своим выдумкам, противным соборному мнению нашей Церкви. Под ваш диктат я не пойду. Божьей милостью мне есть у кого спрашивать совета и искать руководство. Я имею в виду архиереев РПЦЗ. 24, 25, 26 февраля я был в Суздале, куда был приглашен архиепископом Лазарем на архиерейское совещание. Там я обнаружил полное попрание акта примирения с Одессой и Суздалем, подписанное на соборе в Лесне. Написал об этом рапорт митрополиту. Очевидно, неизбежен окончательный разрыв со свободной и истинной лукавыми спутницами. Кстати, Игнатий Тихонович в последнем письме и архиереев Валентина с Лазарем пришил к своим доказательствам моей неправоты, совершенно не зная от сути дела. В конце своего письма я повторно требую лично от вас, отец Яким, подробного отзыва на статью о слове. Как получится? Ваша жалоба на свою недостаточную грамотность? Неуклюжая отговорка, лукавая. Скрепить, спаять нас может только истина, простота, честность. О какой любви вы с Игнатием пишете, если оба утверждаете, мой указ не из-за статьи о слове, а из-за неприязни к вашему приходу? Это ложь. Кого бы я побоялся, чтобы выставлять причины неприязни, будь и доковая, к вашему приходу? Какой выигрыш я имею от того, что статью использую лишь как повод? Моя цель – удержать ваш приход от ухода из моей епархии и РПЦЗ. Инакомыслия – вот это уход, а что словами, бумагами, объятиями – все внешнее. Без внутреннего согласия, без единомыслия в вере, внешность не соединит. Будет эта внешность еще и сугубым грехом лицемерия. Игнатий свидетельствует сам о себе, утверждая, что знал мою реакцию на статью. Какая она будет? Значит, открыто и нагло шел и идет на раскол. У митрополита Виталия и у других официальных деятелей РПЦЗ есть статьи в защиту церковно-славянского языка. Почему же он не вступил в открытую полемику с ними, а под прикрытием внешним РПЦЗ пишет статьи, противные ее позиции и учению? Бросьте меня уговаривать и исправляйте дело. Уговоры могут смягчить меня, но в целом в церковном деле навредят. Простите, если какая грубость мной допущена в письме «С любовью о Господе, епископ Евтихий» 2 февраля 1995 года. Защитником быть сирых и вдовиц, покинутых, больных и одиноких, и от насильников спасти напавших на девиц, когда обиду видел, и спасти бы мог их. Но иногда не приведи, Господь, и сила есть, отчетливо все видишь, на расстоянии твой крик души и злость, но крыльев нет, и ты свидетель лишний. Живу по милости Господней не в столице, а на окраине, имею голубей, из леса рядом злые террористы и похищают, как чеченец злой людей. Что делать с ястребом, ума не приложу, советы нереальные отбросив, решаюсь сделать крест, и осветить прошу, остановить молитвой, не человека просто. Не думаю, что крючконосый изверг мог видеть водружение распятия. Среди ветвей невидимый был выстрел, и снайперу в молитве тот камуфляж попался. До этого не раз я видел в небесах, как нежная голубка добычей становилась. Теперь наш спор был на иных весах, и чаша благодарности до алтаря склонилась. И только раз я видел меж ветвей, как сиротевший нежных голубят, летел за той межой, не смел посметь и разворачивался, отступая вспять. Такое повторялось и в деревне, испытанное средство наготове, молитва, крест, рецепт от самых древних, и не к зенитке руки, к иегове. Умильно по утрам смотрю туда, где храм, не скрижищу на ястреба зубами, не устоит сто крат сильнейший тот тиран, я защищен с моими голубями. 7 сентября 2004 год. Игнатий Лапкин.